Вячеслав Симченко Дети думают и понимают, что начинается опять учеба. Потом-то они будут вспоминать, как это было хорошо. Гораздо более тяжелые вздохи все-таки, думаю, у родителей и у бабушек, чем у детей. Да, но сегодня есть возможность скрасить, скажем так, первый их день на учебе, потому что сегодня у многих уже будут первые уроки. Некоторые школы не отказываются от того, чтобы сделать все-таки праздник нормальным и полноценным. В сказке сегодня будет, скажем так, празднование годовщины того, как отремонтировали паровозик, любимый всеми во все времена. Давайте я предлагаю вспомнить, как это было, с чего все начиналось, эта идея ремонта. Идея, как бы, там особо идей ремонта не было. Была просто просьба, точнее, директора сказки Юрия Любарова, говорит, такой он немножко уже подуставший, чуть его освежить, освежить, покрасить, потому что уже весь такой грязный, замученный. Ну, понятное дело, мы согласились на это, но просто покрасить, как бы, это не очень правильно, чтобы нормально покрасить, надо снять все предыдущие слои краски, добраться до металла. И уже металл, соответственно. По-человечески, так, как надо. Когда ребята начали снимать краску, обнаружили, что краски металла, собственно говоря, нет. Он просто рассыпался, рассыпался в труху, в порошок. Как все-таки хорошо, что много своего в краске держался. Да, на краске держался. Фактически остались только мощные конструкции, сама рама. А вся кузовная часть, вся просто рассыпалась, поэтому, ну, отступать некуда. Поэтому, конечно же, фактически заново его построили. Немножко изменили окраску, потому что он все-таки, у него была окраска такая стандартная, рабочая, суровая. А так, это все-таки детский городок, то, посоветовавшись, применили такую немножко более веселую, радостную окраску. Я думаю, что... Еще во время ремонта, я помню, на некоторых новостных сайтах и фейсбуке писалось о том, что были все-таки планы его забрать, отремонтировать, потом привезти. Были там некоторые предложения сделать это таким образом, но технически, ну, крайне-крайне сложно, потому что, ну, туда подъездущие ограничено, практически невозможно подъехать. Надо было разворотить полгородка. Да, да, поэтому от этой идеи отказались, хотя, конечно же, нам было бы удобнее, проще делать это все на месте. Так, это немножко усложнило процесс, потому что это все на выезде, нет необходимой инфраструктуры, но, тем не менее... Но, тем не менее, работники работали, много фотоотчетов на сегодняшний день уже сохранилось. Это как бы по личной инициативе или как по указу, как люди к этому относились, что на выезд надо ездить, непонятно куда, аж в сказку. Нет, нормально. Во-первых, у нас коллектив, на заводе, достаточно, во-вторых, сплоченный, доброжелательный, душевный, поэтому любые... Инициативы, да? Зачастую, может быть, даже сумасбродные мои инициативы воспринимаются, по крайней мере, с пониманием, иногда с улыбкой. И, действительно, ребята работали с душой, потому что и их же дети приходили, смотрели, каких там папы работают. И то, что... И работали с душой, и паровозы тут с душой, как оказалось. И подтверждение тому, та бутылка, которую там нашли, изъялись капсулу времени. А по поводу капсулы, ее знали, понимали, что там есть эта капсула? Нет, откуда же. Нет, там просто он был, сверху там был открыт доступ в котел, и за эти там многие-многие годы там скопилось огромное количество мусора. Туда, чего там только нет. Но, опять же, это как делали, делали по-человечески полностью его... Один сам, вы увидели, как изменялась продукция фантиком и так далее. Да, 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 совершенно верно. Но, кстати, это у нас было сделать отдельную коллекцию, куда-то не ушли. И, когда вскрыли котел, начали вычищать этот мусор, там, кроме наших ребят, участвовали, помогали и работники самой сказки, и женщины, работницы сказки, когда этот мусор из котла выгребала, увидела, что там вот одна бутылка от шампанского, она как-то так, в стороне стоит, или она там, по-моему, на проволоке висела. Конечно же... Обратили внимание на эту особенность. Да, да, да. Во-первых, что-то каждый же в детстве читал, эти бутылки, в море записки, да, наверное, у нее, когда-то вот вовремя сработал этот какой-то там винтик переключился, сигнал, и что она обратила внимание на эту бутылку, а не выбросила ее со всем остальным мусором. Ну, а там уже действительно... Это история душесчипательная для того времени, надеялись... Там была история очень длительная, к потомкам, с надеждой на то, что у вас уже коммунизм, у вас все хорошо. Да, 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 они были уверены, что мы уже живем в коммунизме, что у нас уже все плохо. А у нас снова перестройки. Фантазическое общество, да, какое-то. Ну, в любом случае, вот там вот чувствовалась вот эта все равно энергетика тех людей, которые этот, да, этот паровоз устанавливали. И то, что им тогда пришла в голову эта идея заложить эту капсулу, вот, поэтому... Но идея появилась и у вас потом, после того, как вы получили, почувствовали, как это приятно. Ну, конечно же, конечно, естественно, у нас мысли не было, когда получили от них такое послание, то, естественно же... Захотелось потом как-то же. Надо продолжить начинание, потому что мы не начинали, и не нам это обрывать, заканчивать. Поэтому мы должны только продолжать. По поводу, да, вот этой капсулы. Понятное дело, не открываем секреты, что же там написано. Ну, а кто писал? Вот, текст оставляли всем гуртом, что называется. Вот, участвовали в написании все. То есть можно было картину, как в Запорожье все писало, переделать, да, уже как в Николаеве писали. Совершенно верно. Там абсолютно тоже такие какие-то добрые слова, добрые пожелания нашим потомкам. Там мы туда вложили копию той предыдущей, предыдущего послания. И туда вложили флешку там, где все фото, видео, материалы. Не знаю, конечно, что потом потомки будут с этой флешкой делать. Но это уже будет их забота. Пусть потом ломают голову, как это все работает. Как это работает, да. Ну и, конечно же, сегодня праздник и для вас, потому что уже закончился тогда этот этап ремонта. Еще вот есть такой вопрос, я не знаю, возможно, он такой в лоб и резкий, но все-таки вот ваше личное ощущение. Зачем оно вам надо было? Потому что это огромное количество денег было потрачено. Син? Ну, понятно, не все в мире измеряется деньгами. Деньги – это всего лишь эквивалент. Когда ты делаешь что-то позитивное, любая положительная энергия, любое положительное действие, оно, как это не банально, в сказках всегда рассказывают, что старицей возвращается. Но, тем не менее, все равно ты формируешь ту ауру какую-то у себя внутри, вокруг себя. И, в конце концов, мы же живем не только для того, чтобы поесть и потом сходить в места, выпустить из себя все то, что ты съел. Жизнь же немножко интереснее, многограннее. Она не только из вот этих вот каких-то примитивных инстинктов состоит. Поэтому любые, любые позитивные какие-то действия, когда есть возможность их делать, ну, их надо делать, потому что, ну, как, это наша жизнь. Ну, это не может не радовать такой ответ. И, конечно же, мне понравилась фраза, мои инициативы всегда воспринимаются с юмором, улыбкой. Потому что, ну, как уже, да? Они всегда на позитивно настроены, эти инициативы. А сегодня для детей еще будет развлекательная программа. Что их еще ждет и во сколько? Там, да, в 11 часов сегодня в сказке возле паровоза будет там развлекательная программа, будут аниматоры работать для детей. И будет такой небольшой флешмоб, потому что вот пришла идея, сегодня мода на так называемые фотозоны, да? Глядя в Facebook, ты понимаешь, что самая популярная фотозона – это зеркало возле туалета в ресторане. Вот, почему-то это больше всего. В лучшем случае в многих городах ставят эти буквы с каким-то сердечком. Ну, вот, мне кажется, вот такие объекты, как вот паровоз, это наиболее, наверное, приятная, добрая, лучшая фотозона. И вот сегодня приглашаем горожан сделать из паровоза, думаю, может быть, это и будет такая традиция, потому что действительно много поколений любят этот паровоз, выросли на нем. И сделать из него такую вот фотозону города – это было бы, мне кажется, круто. Тем более хорошая традиция – каждый 1 сентября делать эту флешку. Да, 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 наверное. Так что, друзья, сегодня в 11 часов приходите в сказку со своей малышней, для вас будет развлекательная программа. Но, конечно же, не забывайте сделать семейное фото, либо фото вашего ребенка на фоне этого паровозика и сделать это хорошей традицией ежегодной. Вам спасибо большое за такие хорошие, приятные, позитивные эмоции, которые вы дарите не только в эфире, но и всем жителям города такими вот инициативами. Побольше же их желаем вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!